Ну, вы же вообще давно занимаетесь, правильно? Общественной работой. Чем вам запомнился, ну, там, шрэмф? Вы знаете, я как бы, когда в 98-го, 6-го года, когда мама заболела, я стал часто приезжать сюда, чтобы как-то выклить ее. У меня инсульт был, она была одна. Я, конечно, тяжело, мне было очень тяжело было. Вот, и папа погиб, в 75-м году он, наверное, разбился, к сожалению, в 67-м, пошел первый. Да, и когда я пришел, что на переулке, это что-то творилось, нет света, нет ни воды, ничего, все разбито, это полный, понимаете, кошмар, конечно, был. Тогда мы занялись, как бы, наденем порядка. Вот шеф, чем он дважды был, мэром города дважды был, это человек, вы знаете, большим интеллектом, потенциалом. Чем вам запомнился, он, понимаете, был всякие, ну, программы разрабатывал, всякие методики, какие вещи, понимаете, даже мы тут друзьями с Николаевой на эти вещи отвечали, что, как, так далее. То есть он был творческого характера, и когда тут он уже остался, ну, не прошел выборы, его, как человека, знающего, понимаете, не глупого, он, вы знаете, развал шелковый путь, хороший проект был, это, понимаете, он его забрал и в Киев, и он там 3-4 года занимался разработкой законного местного самоуправления. Вот, понимаете, то есть я скажу, ну, что он каждый приходил на должность мэра, говорит в ситуации, ну, что делать позитивное, хорошее. Я думаю, да, был и меркантильные интересы, и были у всех, понимаете, и кто попадет в власти, не будет, и смешно будет, что он честный, я в бред не верю. Да, работали они, работа, дело делали, ну, себя, конечно, забывали, понимаете, вот. Ну, когда начали делать дорогу коммунально, когда я на встрече, в приеме у Серова сказал, ну, в конце концов, ну, вы же можете вспомнить, и то, что ведь отсыпку дороги бесплатно начал шлем делать. Тогда был Владимир Николаевич очень недовольный, что я вспомнил шлемфа, что он ничего не сделал, все сделал, Серова, понимаете, больше, ну, тогда я вспомнил, ну, зачем, надо вспоминать, что шлемф ленький. Все еще, он было, он могла, хозяйственный был, очень хозяйственный. Он весь город все объезжал, все он знал, он каждый, все это тело складывал, он был сильный хозяйственник, понимаете. Ну, и, как говорится, не хуже Серова был, но, да, много сделал Димир Николаевич Хорошего, понимаете, и, может, меньше сделал, вот так, какого-то отношения шлемф. Ну, шлемф не стал нищим, а богаче Серова никто не стал. Вот так вот я хочу вам сказать, потом, понимаете. А, какого, Дементьев? Ну, Дементьев, вы знаете, вот, интересно, личность, конечно. Вот я запоминаю такими вещами, как-то, да, тогда, ну, как бы, был рассвет, ну, деятельности общества Саши Борисяка. Я только с ним познакомился, понимаете, когда стадион был загажен, нас, тот стадион, который сейчас советский, тогда еще не продали его, семья еще не передала округами, понимаете. И я его заставлял туда наводить там порядки, все, понимаете, вы знаете, он мог меня послать подальше, он был доверенный человек, первый человек, помощник был Дементьева, понимаете. Но он настолько был умный парень, богатливый, мы с ним подружились, он все сделал, убрал, и мы до сих пор с ним дружим, понимаете. Вот. Да, 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 конечно, отжали полностью территорию пляжей и все набережные в Венос-Анаторию, чтобы он вообще упал, понимаете, да, там хорошие были заработки. Там все крутилось, все делалось, понимаете. Вот, когда я прихожу, как-то было Дементьева на приеме, вы знаете, там у них такой есть дверь, кабинет такой лишний, да, он, захожу, когда никого нет, стоит девочка, ну, не знаю, кто-то пишет, в канцелярии видно. Видите, он выходит из этой комнаты, вот там вот, вот так, битирает жирные губы и садится, смотрит на стеклянную лазань, думает, что ты пришел сюда. Вы знаете, где перестанкнул ходить. Ну, второй этап, вот, понимаете, чтобы не спросить, а как хожу, значит, ну, к тому же Серова, да, да, он более грамотно поступил, он все замы сидят, все, ты заходишь, как на чистилище у Бога, понимаете, вот. Да, да, и я всегда, у меня всегда вопросов много, и ни одного личного, ни одного личного, он уже уставший, я последний захожу, я только могу сказать, ну, слово два на минуту, две максимумы, и тут же, он говорит, он говорит, знаете, ой, нам так некогда, давайте заканчивать. Вы знаете, мне все опускается, уже не хочется мне ничего делать, я ухожу неудовлетворенно, понимаете. Но, тем не менее, вот, я вспоминаю Клавкина, вы знаете, как, например, они говорили, там, такой-сакой, было время, когда Кучма стоял с ловиком с ССБУ, там, куда, значит, мэром городов, ничего хорошего про него не говорили, хотя я, хорошо, потому что с женой он нормальный человек, и как-то у нас водой была проблема, воды нет, понимаете. Я единственное взял, как куличком, застал договорить, что если в течение суток воды нет, они обязаны воду возить водовосками, водовосками, понимаете. И я это добивался. А водовоской я забьюсь, а все же, а нам тоже, и весь перевод шикарный, лет пять я им пользовался. И когда я звоню, что воды нету, обращаться бесполезно на водоканал, это был выходной день. Как раз я приехал на три дня в отпуске, а говорит, кто это? Я, Ярвовск, возникающий уличком, ковхозная пиулка. А вы кто? А я мэр города Клавкин. То есть это, ну да, Клавкин. Вы знаете, через час до водовоска был диспетчер, воду привезли, и, конечно, я всю жизнь помню его. Занимался, мама болеет, все, машину поставить, нигде поставил заваление на гараж. Гараж поставить. Мне полтора года мурыжили голову. Я прекрасно, понимаете, вспоминаю цаплину, прекрасно красивая женщина, но она настолько на мне здоровье забрала. У покойного банщика с большой благодарностью, что он все-таки нормальный человек, понимаете. Пришел выходной день, помог мне все это сделать, что ему уезжать нужно было. Я ему очень благодарен. Того забрала города, который меня, понимаете, не подписывал, все, на что вы приехали сюда, вам все давай, а я вот татарин, мне ничего не дают, понимаете, да. Но когда Клавкин сказал, что у нас какой-то юридический комитет есть, и пришел ему позвать этого чудака, да, с увлечкома. Но он просил меня, то, конечно, у нас было нормально беседы с Клавкиным 20 минут, и уже тот же зам говорит, это тот товарищ, который, помните, я приходил, просил, чтобы гараж ему дать. Он говорит, да, да, это он, он. Видите, он уже, да. Да, но все-таки отблагодарил. Вместо 49 я дал ему 25 лет. Вот такие воспоминания, понимаете. Они классы. Андрей Васильевич, если к этому, ой, мы столько с ним давно знакомы, что столько, понимаете, не живут. Он нормальный человек, он пошел от Сахиева, начинал с самого начала, лез по этой лестнице. Он говорит, вы мечтатель, понимаете. Андрей Васильевич, ну я же вас учусь. Он, когда проекты своей мечты, развитию, там вот сегодня, вот там территорию, от крепости, от ЛЧК до эти самые, проекты пишет, самые, да. Я читаю газеты постоянно, я могу сделать, если не спортироваться, все поддерживаю, потому что вот именно у него есть эти вещи, которые, понимаете, он был на своем месте. Вот сегодня, я думаю, он, мне так показалось, очень переживает. Он занял своему здоровью, понимаете. Я ему зла не желаю, понимаете. Потому что сегодня оказалось в такой ситуации, что он может отрываться от своих бывших друзей, покровителей и новой. И сегодня такая ситуация, понимаете, что я думаю, что ему тяжело работать, и ему нет смысла его жизнь сокращать. Понимаете, поэтому я и говорю, и потому что я все же предлагал подставить свое плечо, знание о передаче, что мы вместе делали, понимаете, что такое хорошее, любого уровня. Да, он, я считаю, что вот именно, как он был главный хитрогордов, вот это его дело, это его любят. У него есть фантастические вещи, понимаете. Он готов дальше работать. То есть каждый человек развивается. Ну, так поговорили судьбу. Ну, кто знал, что так с арены, так быстро сойдет Владимир Николаевич. Никто не мог предвидеть. Не стал Владимир Николаевич, никто остальное. Так получилось, что груз в связи с ответственностью ложится на Митрасово, понимаете. И когда я говорю, товарищи, ну, вы видите, это позорное клеймо города, это пятно бывшего нашего стадиона советского. Что же вы прервотили его? Он прервал Михаличенко. Он говорил, ну, залезьте на наше косло обозрение. Я не заплачу 300 рублей, я заплачу. И посмотрите оттуда, без бинок, что творится в нашем стадионе. Выжженная земля после пожара. Уже появились вот эти вот, что там, как они называются, картинги, да, и все. А кто все убирать будет? А где хозяева, которые, как говорит мне, мне кажется, там есть собственники. Ну, их имя не называют. Ну, мы же все знаем этих собственников. Ну, почему? Ну, если вы отжали парковку или стоянку у, значит, в городе, как парк. Спасибо большое. Уже там нет гостиницы, не будет их в городе. Уже каким-то образом прикинули, чтобы парковку возле площади молодежи не заняли. Спасибо, да? А теперь, я считаю, нужно произвести усилия, чтобы вернуть собственность, поймая эти города, в наш стадион. Если там этот хозяин новый, который отжал законы, незаконно, не знаю, эту территорию, понимаешь, с помощью наших друзей в Ген России, а может, еще и с регион началось, то там ничего не делается, а будет только перепродаваться и с рукой руки все будет наживаться, но это не дело. И почему я говорю, что нельзя допускать, чтобы одна партия была в власти в городском совете. Чтобы послушать, голосовали то, что им прикажут, понимаете? Вот если была бы разная позиция, то там будут коммунисты, одни, вторые, третьи, там, получается, реминируется партия Родина. А что бы нет? Чтобы дискуссия была, понимаете? Это на пользу нашего города было бы. Я ничего против не имею людей, что Ген России нормальные люди, понимаете? Но они закованы противной дисциплины. Партия сказала, значит, надо. Если ли партия сказал, что надо быть пенсионной реформой, так и должно быть. И никто же не стал сопротивляться. Никто. Все пастуши исполнили, все подписали и запретили голову. Единственное поклон сказалось, единственный борец, что не побоялась. Женщина, хрупкая, она начала смотреть, да не упадет, она оказалась мужественнее всех, понимаете? Я с другим уважением к ней отношусь, да? При каком мэрии судак развивался быстрее всего? Ну, я думаю так, что все-таки в каком-то плане таких важнейших узких вопросов, конечно, Серов, как человек талантливый по натуре, да? Очень коммуникабельный, он мог дружиться со всеми, врагов не наживал. И бизнес четко выполнял его просьбы, ничего не посмел, понимаете, сказать нет, потому что он знал. Ну, это как-то было подхожено, как шейдер, понимаете? Вот так вот, да. Вот я не думаю, что кто-то мог бы так быстро организовать устройство организации, то есть коллектора, да? Еще продолжил год проатабанили, все, хана была в нашем, понимаете, городе. Поэтому он не сумел. Тридеть людей, принудить, убедить, заставить, собрать деньги, скинуться и сделать такую работу колоссальнейшую. Но на этом все застряло. Дальше, с 13-го года процесс тормозился, подрядчик где-то упрал Украину вместе с деньгами. И мы сегодня не знаем куда, все дерьмо это качается. Сколько пропускается час зачистные, какая реальная мощность и так далее. Даже сегодня, если пойдете вы на информационные щиты, накладные на наши пляжи, там даже убрали информацию, а какое там санитарное состояние нашей воды, когда раньше увешивались на каждую неделю. Сегодня даже их убрали. Себя он запачкал, конечно, и будущее он не имеет. Ну, печально, когда люди приезжают к власти, понимают, что им все дозволено, понимаете. Поэтому чувства и меры они не чувствуют и думают, что все дозволено. Поэтому, ну, такую судьбу, извините, поимел. Значит, Лементьев в большей степени попался на ткачок, к сожалению, моему, Верий Николаевич, понимаете, талантный человек. А поэтому всю команду свою запачкал, понимаете. Ну, свое, свое развитие, будущее. Да, те, кто имел, были близки Владимиру Николаевичу Сырову, они, к сожалению, все, вот, понимаете, ну, вот, все вернулись на свое место, Симферополь, мне для парков и обидно, но он этот синий парень, понимаете, он с таким желанием работал, все, он, как раз, без работы, я думаю, не заслуженно, знаешь, какие-то другие там мотивы идут, понимаете. Все остальное. Ну, что остался, только наш Герасимов еще удержался в Симферополе, дай бог, чтобы он там выдержал. А жалко, что столько людей, что ушли в Сыровом, понимаете, казалось, казались, как бы уже без перспектив развития, вот, к сожалению. Поэтому, когда мы попадаем в органы власти, надо думать о том, ничто вечное, и все идут под Богом, и все будут наказаны за свои деяния, понимаете. Не надо далеко взлетать вверх, чтобы больно будет падать. И советую, дружите с общественностью, имейте опыт, знания, понимаете, мы маневроги. Вместе мы сделаем все, поднялись нечего. Берите, дадут Бога, себя, здоровья, своих близких, друзей и всех остальных. Мира, счастья, благословище вам всем. Продолжение следует... Продолжение следует...